Привет, парни! Вы находитесь на канале i-House Thermo Plus, с вами Олег Кузьмичев. Сейчас мы пройдемся по нашему энергоэффективному монолитному дому i-House Thermo Plus. Небольшой краткий обзор. Мы здесь провели уже мокрые работы, сделали штукатурку стен, потолков, провели частично отопление. Сейчас вставляем энергоэффективные окна класса А по европейскому стандарту. Так что поехали и не отключаемся. Дом утеплен пир-плитой с обкладкой стеклохолст 120 мм. Сделано дополнительное утепление углов, декор здания. Сейчас у нас, вот видите, на втором этаже вставляются окна. Также собрали крышу. Свеса у нас, по-моему, 1200 мм. Такая крыша смотрится стильно по размеру. Ну, если мы посмотрим на соседний домик, то она как-то не соразмерна зданию. Здесь все размеры пропорциональны конструкции здания. Что дает нам такая вот крыша, такие свесы большие. Это она спасает частично здание от косых дождей. Пойдем внутрь. Дом у нас проект Певчий комфорт-класс. Немножко уменьшенной конфигурации из-за маленького участка. Сделана у нас веранда, водосточка. Дверь здесь еще не вставленная, везде щели. Вот такая у нас здесь небольшая прихожая получилась. Вообще, по проекту прихожая должна быть там. Проект видоизменен. Каждый раз, когда мы делаем наш проект Певчий комфорт-класс, у нас происходят изменения. Вот такая у нас прихожая. Небольшая. Далее у нас коридор. Проходим в коридор. Штукатурные работы на первом этаже были выполнены у нас еще в августе месяце, если я не ошибаюсь. Это было... Еще не залиты были стены второго этажа. Устанавливалась, по-моему, опалка. Здесь уже все просохло. Итак, что у нас на первом этаже? У нас есть санузел. Вот заказчик решил сделать именно такую конструкцию для крепления унитаза. Поставить коллектора. Рекомендуем ему вообще полностью ящик до конца сделать. Открываешь ящик с коллектором, а дальше кладовка вверху будет. Здесь у нас по инженерку оставлены были ниши. Кто смотрел наш канал летом, вот они заранее для наших ребят. Вот они ниши сделаны в котельне. Нишу долбить не надо было. Также вся канализация вставлена в те места, где мы заложили ее. Идем дальше. Интересное дизайнерское решение у нас получилось именно вот в этом, в этой конструкции. У нас плита перекрытия на втором этаже опущена на 100 миллиметров. Там санузел. Для чего мы сделали это? Для того, чтобы нам в дальнейшем там развести спокойно именно канализацию. Оригинально заказчику нравится. Вот у нас один коридор переходит в другой коридор. На первом этаже у нас спальня. И у нас также получается лестничный марш на второй этаж. Лестничный марш немножко заужен. Еще раз повторяю, из-за того, что этот дом немного был заужен из-за особенности участка. Здесь у нас рабочая зона кухни. Вся инженерка проложена 90% именно уже при строительстве. Вот здесь у нас так интересно смотрится подрозетник потолочный. Вот у нас два вентиляционных отверстия. Один под рабочую зону кухни, именно под вытяжку. Другая будет у нас, здесь будет собираться декоративный короб. Каркас будет сделан из ГВЛ. И здесь будет вторая вытяжка проложена линией трубы. Именно где у нас будут микроволновки, духовые шкафы стоять. Отдельно будет два вентилятора, будут управляться именно регуляторами. Все есть у нас на нашем канале, как это работает. Здесь у нас такая комнатка, мы называем ее аквариумом между собой. Здесь будет стол стоять. Здесь заказчики будут утреннее кофе принимать. Ну, также обедать, завтракать, ужинать. Стеклопакеты у нас, точно сейчас не могу сказать, наши требования были не минимум, минимум 1,3 сопротивления теплопередачи. Вот формула стеклопакета. Ну, давайте посмотрим формулу нашего стеклопакета. У нас сопротивление теплопередачи 1,39. Ну, таких стеклопакетов практически никто нигде не ставит. В основном у нас это будет 0,55 и в лучших случаях 0,75. Вообще, когда стоишь возле этого стеклопакета, но уже в доме, возле окна, при минус 25, в футболке, даже нет такого холодного излучения. Настолько все-таки эти стеклопакеты не пропускают холод. Но, если мы посмотрим на краевые зоны, вот мы видим, у нас квадратик красный второй появился, то у нас 0,66. 0,66 за счет дистанционной рамки, вы дальше ее увидите. Ну, и нет фокусов в этом плане, потому что там у нас герметик. Если мы в левый угол посмотрим, вот квадратик красный появился, то по европейской системе у нас теплопередача сопротивления 0,52. Она в юэльях измеряется. У них, наоборот, чем ниже число, тем лучше. По европейскому классу энергоэффективности этот стеклопакет попадает под класс А++. С двумя плюсами. Прошу обратить внимание. Ну, и давайте дальше обратим внимание на форму стеклопакета. У нас толщина стеклопакета 50 миллиметров. Здесь у нас шестерка стекло наружнее. Дальше у нас дистанционная рамка 18 миллиметров. Вот название стекла закаленное. Это архитектурное стекло. Сейчас мы разберем их все. Дальше у нас четверка. Дальше название стекла. Тоже я сейчас вам покажу его. Дальше у нас дистанционная рамка опять 18 миллиметров. Везде аргон есть. И четвертая стекло внутреннее. Оно с энергоэффективным напылением. Тоже сейчас мы его, я вам покажу. Если бы здесь поставить шестерку и шестерку, то у нас бы сопротивление теплопередач выросло. Из-за того, чтобы у нас дистанция уменьшилась. Примерно где-то 1.44. Не 1.39, а 1.44. Но единственное, если мы ставим за место четверки шестерки, да, это лучше. И окна смотрятся даже немножко по-другому. Но ценник сразу вырастает на процентов 20-25 именно за стеклопакет. Ну и обратим внимание, это у нас Москва, расчеты сделаны. И заметьте, все расчеты делаются при температуре минус 26. Мы свои конструкции рассчитываем при температуре минус 23. Потому что многие задают вопрос, почему мы делаем расчеты при минус 23. Потому что такие правила расчетов предусмотрены. Потому что в любом калькуляторе, когда мы считаем там минус 10, минус 12, там скорость ветра всего же 2 метра в секунду. При увеличении скорости ветра, то у нас получается, если при минус 10 скорость ветра будет 5 метров в секунду, то это уже минус 15-17 градусов. Многие сейчас зададут вопрос, что это за окна. Рехау там, не рехау. Нет окон там, не рехау, не шуко. Только потому что вот мы стеклопакеты заказали в Пелькинтоне с помощью наших партнеров. Сконструировали их. Мы ждали эти стеклопакеты месяц примерно. Далее уже начинается подбор профиля. Но мы, конечно, знали, какой у нас профиль будет. У нас будет профиль шуко. Но он примерно по сопротивлению теплопередачи равен тому же профилю, как рехау Генео. Немножко, чуть-чуть уступает на 0,1. С рехау Генео сейчас проблема. Ну вот шуко. И назвать эти окна шуко нельзя. Потому что есть стеклопакеты, откуда пришли. Здесь профиль. И это все собирается из разных компонентов. Ну а теперь посмотрим сами стекла. Первое стекло у нас архитектурное, солнцезащитное, максимальной прозрачности и нейтральности. Почему мы ставим именно максимальной прозрачности? Потому что у нас комнаты большие в доме. У нас очень много в Подмосковье и в Москве пасмурных дней. Ну и чтобы в доме максимальное пропускание света было. Второе стекло. Это четверка у нас средняя. Высококачественное флотстекло марки М1. Тоже можете посмотреть, почитать, стоп-кадр сделать. Ну и третье стекло. Между ними газ везде аргон. Это уже энергоэффективное, низкоэмиссионное стекло с наивысшими показателями по энергоэффективности для жилых коммерческих зданий. В солнечную погоду эти стекла, ну или когда мы смотрим на дом, они зеркалят. Хотя там никакой пленки нет. Итак, смотрим наш стеклопакет, который 50 миллиметров, как он выглядит. Вот у нас выглядит так стеклопакет. Вот он такой у нас толстый. Все эти стеклопакеты проверены перед тем, как устанавливать. Здесь у нас профиль ШУКО, 80-я серия. Снаружи у нас окна ламинация сделана по цвету нашей водосточки, крыши. Внутри у нас серый дуб. Вот он так выглядит. Дайте внимание, петель не видно. Вот так окно открывается. Петли у нас скрытые внутри. Вот эти зубчики. Режим микропроветривания. Ставим вот такой режим. Вот у нас есть. Ну и можем регулировать. Вот у нас один. Вот у нас второй. Максимальный. Количество зубьев. Столько у нас в режимах микропроветривания. Это раз, два, три, четыре. Здесь у нас установлены ограничители. Они также промаркированы. Видите? Это непростые окна. Очень эффектно смотрит дистанционная рамка черного цвета. Здесь тоже энергоэффективная дистанционная рамка. Ну, по первому этажу, наверное, здесь все понятно. На второй этаж подниматься. Там работа производится. Но мы сейчас, извините за шум, поднимемся, посмотрим. Вот наши стекло-пакеты опять. Вот здесь уже вставлено окно. Это желание заказчика двухстворчатый сделать. Хотя можно сделать было бы более интересно, было бы, если бы было бы именно окно единой конструкции. Такое окно более холоднее будет реально. Потому что у нас холодные зоны, это наше соединение. Любое окно, чем больше соединений, тем больше резинок, тем больше возможностей продувания воздуха. Ну, и также у нас профиль, он сам по себе более холодный, чем стеклопакет. Сопротивление теплопередачи вот этого профиля где-то 0,9. Стеклопакет примерно 1,35. Здесь у нас на открывание одно окно. Второе окно, а это глухари. Так как первый этаж, помыть эти глухари с обратной стороны проблем нет. Все окна вставлены в четверти. Вот видите, у нас четверти. Вот, если мы посмотрим, у нас окна стоят в четвертях. Поднимаемся на второй этаж. Лестница тоже вся заштукатурена, все выровнено. Показать, где у нас будет приточка на первом этаже. Вот здесь у нас будет приточка. Два отверстия. Здесь радиатор у нас более длинный. Это он будет подогревать воздух. У нас здесь теплообменника нету в этом проекте. И у нас в качестве теплообменника будет вот эта прихожая. У нас один радиатор будет стоять вон там. Здесь вот второй. Ну и здесь будет температура теплых полов повышенная. Где-то примерно 27-30 градусов. А в основных помещениях она будет иметь температуру комфортных полов. Примерно 24 градуса. Также у нас вставлен там радиатор. И вот у нас еще одна приточная вентиляция. Расположена вот здесь. Вот у нас здесь все горявое. Вот у нас такая влажность. Примерно где-то полтора месяца назад мы сделали здесь штукатурные работы потолка, стен. Стены до сих пор все сырые. Но 90% уже все высохло. Здесь у нас хозяйская спальня с выходом на балкон. Вот так выглядит четверть. Так, вот у нас крыша. Вот так подшиты софиты. Заметьте, окна снаружи в цвет наших софитов. Подобрано. В дальнейшем здесь будут вставляться отливы. С той стороны будет вставляться у нас подоконник. Господа, хочу вам показать, как выглядит конструкция окна с дверью выход на балкон. Здесь у нас, как всегда, теплый короб вставляется. Теплоизоляция пир 50 миллиметров. Подрезанная немного. Здесь у нас все заделано угол именно цементной штукатуркой. Что нам дает эта конструкция? У нас теплопотери через оконную раму. Они снижены к минимальным значениям. Как устроен у нас именно низ? Внизу у нас также стоит теплоизоляция. Мы подняли это все, так как у нас здесь будет еще стяжка, финишный слой. Обязательно подставочный профиль, без него никуда. Вставляется туда подоконник. И как это выглядит, сейчас я вам покажу. Вот у нас балконная дверь. Вот так вот выглядит выход на балкон. Небольшой зазор внизу. Там плинтус вставлен, подрезан. И вот этот толстостенный элемент подоконника вставляется под основание. На него даже можно ступать. Ничего страшного не будет. Если вам понравилось это решение, напишите в комментарии. Снаружи у нас вставляется в готовую четверть из теплоизоляции. И такая конструкция уже смотрится довольно-таки симпатично. Четверть нам дает эстетический вид. Дополнительно шумоизоляция. Так как вот этот слой пены, Толщина пены здесь где-то 25, Ну максимум может 30 миллиметров. Ну плохой шумоизолятор. И вот смотрите. Здесь у нас также будет все отделано. Пена четверть. Также у нас здесь сделана гардеробная. Из гардеробной у нас вытяжка. У нас вот она вытяжка. Она будет объединена с... Ну не с душевым, а с санузлом, который за стеной. И также она объединена будет у нас. Вот с этой комнатой. Вот у нас еще вытяжка здесь. У нас выход на чердак лег. Здесь вот тоже вставляем окна. Еще стеклопакеты не вставлены. Хорошо сегодня температура на улице. Минус 6, минус 7. Вот. В помещении защит стен тепло. Сереж, вот на улице минус 6, по-моему, сейчас градусов. Как в доме-то? Тепло здесь? В доме тепло. Вот за счет инерции стен. Бетонных. Не ожидал, да, такого? Я точно не ожидал. Недавно на нашем канале вышло два видео. Это тихая кухня. Это очень интересное решение. Вытяжка может работать до 1200 кубов в час. И вы можете разговаривать прямо рядом с ней, с рабочей. Очень и очень тихо. И ничего не слышно. Но тема не об этом, а именно, какое большое удаление тепловой энергии воздуха из помещения. Воздух, еще раз напоминаю, имеет в одном кубе 0 кВт в час тепловой энергии. А за теплоустойчивость зданий у нас отвечает теплоизоляция. А вот за теплоустойчивость помещений отвечает именно материал. Чем плотнее материал, тем больше тепловой энергии в нем накоплено. Выстудить это здание просто физически вот так на раз-два невозможно. Тем более вентиляцией. Так что почитайте статью в Яндекс.Зене. И также ссылки в описании под видео, как сделать вентиляцию в своем доме. И также тихой кухней будет все. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ну а такой монтаж окон вот в утеплитель? Ну, редко очень. Такое редко бывает. Встречал все-таки? Нет. А, нет. Ну, другие-то, наверное, встречали, но у нас нет такого. Я, Сергей, объяснял, как это работает. Сереж, ну как вот эта тема, когда я тебе объяснил? Я думаю, что все-таки надо, правильно. Ты бы себе так сделал? Конечно. Теперь ты уже сделал. Фактически у нас что тут получается? Большой квадратный такой коридор, выход с лестничного марша. Здесь у нас санузел. Дальше у нас вход в хозяйскую спальню. За стеной гардеробная. Дальше у нас рабочий кабинет. Дальше у нас еще одна спальня. И еще одна спальня. Посмотрим, что у нас со стенами. У нас стены все здесь сырые. Это кто любит заниматься отделкой после установки окон. Сереж, прокомментируй, пожалуйста. Вот установили окна. После этого отделкой зимой заниматься как? Что с окнами будет? В лаком будет надо садиться. В принципе, я думаю, сильно ничего не будет такого. Сильно ничего не будет. Я не делал такого. А, ты не делал. А я делал, поставим и все. Поэтому это не мое. Дальше ты не знаешь, что будет. Я не могу такие вопросы. Ладно. Установка окон, она должна проводиться после того, как сделаны все штукатурные работы. Потому что вся вот эта пыль, вся вот эта грязь, когда мы будем наносить, сделать штукатурку, все это будет здесь. Все это будет вот в этих резинках. Хотите ли вы или не хотите. И испортить дорогие элементы конструкции дома, можете испортить в раз-два. Особенно работу фурнитуры, уплотнительных резинок, всех, которые здесь у нас есть. Потом будет плохо открываться, резинки будут не более плотно закрываться. Чистить, мазать их надо. С гарантией они слетают. Если вам обещают, что с гарантией они не слетят, то после того, как вы установили эти окна, и у вас с ними что-то случилось, приезжают те, кто вам эти окна установил, они в любом случае найдут причину, чтобы снять с гарантии. А это будет практически 100%. Никто за свои деньги не будет переделывать ни одна компания вам окна, которые испортились в ходе строительства или отделки вашего дома. Это бизнес, и это надо понимать. И если в зимнее время будут открываться эти окна, то фактически проблема еще и будет с Владой. Которая будет на резинках намерзать, и фактически получится, что вы резинки все порвете. Такая проблема, она существует, и как вы не будете уговаривать тех, кто будет у вас работать, выполнять эти штукатурные работы, они все равно будут их открывать. Даже под роспись по договору штраф 50 тысяч рублей. Влаги здесь много. Полтора месяца прошло, низ высыхает медленно. Здесь у нас санузел. Вот такой у нас санузел. Здесь тоже уже оборудование установили. Вот у нас вентиляция. Смотрим на наш фирменный термометр, градусник, кому как нравится. Вот такая температура. Заказчик за месяц потратил с этими щелями на электричество, на отопление 9 тысяч рублей. Потому что здесь, на самом деле, дом худой. Еще на втором этаже постоянно открывается люк на холодный чердак, чтобы влага уходила из помещения. Здесь вот то же самое. Видим, влага. У нас везде дыры, щели. Вот, и видно, что она тут неплотненько лежит. Друзья, сделал короткий обзор на наш объект, монолитный дом. Здесь мы появимся после установки вот этих окон через неделю еще. Задавайте вопросы. Так что пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмич.